Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Статья, которая сейчас озвучена, называется «Двузначный счет в футбольном матче». Написана статья сегодня, 9 октября 2017 года. Итак, начинаю. Давно пришло время подвести итоги опросу, который я организовал на тему времени прихода в футбольную практику двузначного счета. Активность проявили, мягко говоря, немногие. Но это право читателя, участвовать в опросах или нет. Тут без претензий. Сколько отреагировало посетителей на опрос, видно на главной странице блога. 7 человек. Трое – за реальность двухзначного счета в течение 50 лет. Двое – в течение 100 лет. А двое сказали, что это невозможно в принципе. А как еще могут отреагировать люди на подобный опрос, если сплошь и рядом они видят нулевые ничьи? Как они могут мыслить по-другому, если количество ударов в рамку ворот соперника за целый матч можно посчитать на пальцах одной руки? Если же до пяти ударов происходит в течение одного тайма, то это уже чуть ли не норма. До чего греха таить? Для современного болельщика, да и футбольного специалиста, по большому счету, двузначный счет в матче – это из области фантастики. Если у тренера на уровне подсознания записывается информация о том, что двузначный счет – недостижимая мечта, граничащая с бредом, то никаких продвижений в сторону увеличения результативности команды вы никогда не увидите. Изменения происходят только там, где берутся под сомнение общепризнанные истины. Прогресс в любом деле – это удел чудаков и сумасшедших. Так было, так есть и так будет всегда. Так возможен ли двузначный счет в футболе? Многие ответят, что как исключение – да, возможен. Но в естественность такого счета не поверит практически никто. Ваш покорный слуга не просто в это верит, но твердо знает, что двузначный счет – это будет норма в футболе будущего. Какого? Вот здесь я не скажу. Я не Кассандра, не пророк и не ясновидец. Что питает мою уверенность? Тут все элементарно, господа. Любая команда вполне может произвести по воротам соперника 30 ударов за тайм. Это реально. Ударить-то можно, возразите вы, но сколько из этих ударов попадут в рамку? Ваши сомнения верны. С нынешним уровнем ударного искусства рамочных ударов может быть 2 или 3 за тайм. А чего вы хотите, если ударами никто толком не занимается? Чего вы хотите, если удар шведой – это инопланетное искусство для подавляющего большинства футболистов? А точнейшие и эффективнейшие удары с близкого расстояния – удары щекой или шпаном, как на жаргоне говорили в 60-х, вы часто видите в игре? Можно было бы привести еще десяток видов ударов по воротам – режущих, подрезающих, комбинированных, скрытых, скользящих и так далее. И что это даст? Все сразу ринутся ликвидировать белые пятна в своей ударной подготовке? Ага, сейчас. Метателю ножей для точного и стабильного попадания ножом в цель необходимо тренироваться ежедневно по 4-5 часов. Сравните с ударными тренировками в футболе и вам сразу все станет ясно. Амбициозным тренерам давно уже нужно понять, что создавать видимость тренировки и реально тренировать футболистов – это разные вещи. Это все равно, что заниматься анонизмом или быть участником реального соития для продолжения рода. Первое даст вам, пусть сомнительное, но удовольствие, но никак не поможет достигнуть желанного результата. Аналогично и с футболом. Никакие барьерчики с квадратиками не научат вас бить поворотом. Никакие двухсторонки не одарят вас умением делать точные диагонали или умением бить – это особое умение – с трех видов контрового наката. Если команда сумеет произвести 30 ударов за тайм, то с учетом мастерского коэффициента, то есть 0,7, в рамку ворот соперника должно попасть 21 удар. Если каждый четвертый удар в рамку, с учетом точности ударов и правильной техники их добивания после парирования вратарем, будет достигать цели, то в результате и получим тот самый заветный двузначный счет. В одном тайме 5 мячей и в другом столько же. Фантастика? Ветераны-болельщики украинского футбола прекрасно помнят разгромки являнами одесситов со счетом 8-0. Причем только за второй тайм было забито 5 мячей. Я подчеркиваю, за один тайм 5 мячей. И это было забито не команде второй-третьей лиги, это было забито команде премьер-лиги. В далекие советские времена Ереванский Арарат разгромил в гостях в официальной игре, то ли это было на Кубок Кубков, то ли в турнире на Кубок Чемпионов, извините, уже не помню. Кипрский клуб со счетом 8-1. И это тогда все было, когда ни современной физикой, ни современными скоростями в игре даже не пахло. Так реально или нет забивать 5 мячей за тайм? Это уже не моя болезненная, как некоторые считают, фантазия. А реальная статистика, зафиксированная в истории чемпионатов СССР и международных турниров. Есть мнение некоторых болельщиков о том, что большое количество забитых мячей понизит интерес к игре. Полная чепуха. Было время, когда в баскетболе забрасывали мяч в корзину за матч по 30-40 раз. Сейчас количество точных бросков дошло уже до 50-60. И что? Баскетболу пропал интерес? Как бы не так. В этом виде спорта крутятся миллиарды долларов. И все потому, что большинство игр на Западе проходят при переполненных трибунах. Если же моя аргументация кого-то не убедила, расстраиваться не буду. Моя задача не убеждать, а показывать реальность того или иного действия или события. Фома не верил в воскрешение Христа. А когда тот появился, то припав к его следам от ран, покаялся в своем неверии. Я не говорю о воскрешении. Я говорю о более понятных земных вещах. Так что наличие оппонентов и сомневающихся – нормальный ход вещей. А двузначный счет в футболе будет обязательно. Это не моя прихоть или каприз. Это веяние времени. Веяние неотвратимо надвигающейся золотой, но не последней, кстати, эпохи футбола. У меня все, господа.